Имя Пятигорска неразрывно связано с именем поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Здесь он бывал, будучи ребенком. Здесь зародился и складывался сюжет его единственного оконченного романа «Герой нашего времени». Эти места он сохранил в памяти на всю свою жизнь. Здесь она трагически оборвалась. Свет его таланта осветил Пятигорск. Он сделал город узнаваемым. Герои его романа гуляли по Пятигорским улочкам и тропинкам. По этим улочкам сейчас гуляют приезжающие сюда туристы. Впервые Михаил Лермонтов приехал в Пятигорск, когда ему было 4 года, в 1818. Затем в 1820 и в 1825 годах. В те времена Пятигорск был маленьким населенным пунктом. Где-то недалеко проходили военные действия, и маленький Лермонтов, засыпая, часто слышал оклики часовых, пост которых находился на небольшом отроге горы Машук. Иногда раздавались выстрелы, тревожа его детский сон. Часто, бывая в окрестностях горячих вод, когда 1830 года назывался Пятигорск, он знакомился с культурой и обычаями кавказских жителей. Наблюдал их праздники, народные игры, джигитовку. В восхищение его приводила природа. Горы Бештау и Машук. Белоснежная цепь кавказских гор. Минеральные источники, скалы и пропасти. Именно Пятигорск стал источником его любви к Кавказу. Кавказ был колыбелью его поэзии, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственной величавой природы, как Лермонтов. Сегодня город славится своими лермонтовскими местами. Пятигорск, начиная с таких зданий, как знаменитая ресторация и домик Лермонтова, и кончая горами Бештау и Машук, представляют собой своего рода исторический экспонат, связанный с жизнью, творчеством и трагической гибелью великого поэта. Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова приглашают прогуляться по лермонтовским местам и в первую очередь начать знакомство с Государственным музеем-заповедником Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске, который стал так именоваться с 1973 года. Сегодня в музее действуют четыре отдела – литературный, дом генерала Верзилина, домик Лермонтова, отдел Михаил Юрьевич Лермонтов в изобразительном искусстве и дом композитора Александра Алябьева, автора романцев «Соловей» и «Вечерний звон». Музей занимает целый квартал в исторической части Пятигорска. Сегодня мы посетим дом Верзилина и сам домик Лермонтова. Знакомство с музеем начинается с посещения литературного отдела. Это бывший дом генерала Петра Семеновича Верзилина, атамана Кавказского казачьего линейного войска. Здесь Лермонтов часто бывал летом 1841 года. На пороге этого дома поэт был вызван Мартыновым на дуэль. Долгие годы дом оставался обычным жильем, и только в 1948 году здесь была открыта литературная экспозиция. С течением лет ее содержание менялось в свой современный вид. Залы музея приобрели к празднованию Лермонтовского юбилея. Двухсотлетие со дня рождения поэта, широко отмечавшегося в 2014 году. Сегодня экспозиция посвящена теме «Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе». Но прежде всего посетители ждет рассказ о той роли, которую сыграл поэт в истории русской культуры. В гостиной дома произошло столкновение Лермонтова с Мартыновым, бывшим товарищем поэта по юнкерской школе, а в то время отставным майором гребенского казачьего полка. Ссора привела к дуэли, произошедшей между 18 и 19 часами 15 июля по старому стилю у подножия горы Машук. Князь Васильчиков вспоминал впоследствии, что при сигнале «сходись» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Пуля пробила сердце легкие. Скромный, чисто выбеленный домик под камышовой кровлей располагался когда-то на окраине Нагорной улицы, ведущей к самому подножию Машука. Однако музеем домик стал не сразу. Он несколько раз менял владельцев. Лишь в 1912 году городские власти выкупили усадьбу. Дому вернули прежний облик. Удалось воссоздать обстановку, соответствующую эпохе. Скромную, как и присущий кавказскому офицеру. Как помним, в таком же примерном месте подыскал себе жилище и Лермонтовский печорин. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче, в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешин смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. Именно в таком месте жил и сам автор героя нашего времени Михаил Лермонтов. Со своим другом, капитаном Столыпиным. Сама усадьба построена Василием Умановым. А вот маленький домик с террасой, где жил поэт, строился уже отставным плацмайором Василием Чилаевым после покупки основного здания. Специально для сдачи в наем для курортной публики. Беленая мазанка окна со ставнями – обычный крестьянский домик. Разве что местоположение удачное и горы рядом, и, главное, достопримечательность города. Обстановка в домике скромная и в точности соответствует той, какая была здесь при жизни поэта. Восстановить ее удалось по сохранившимся планам и описаниям. Самые первые приобретения музея – письменный стол и кресло, привезенные из Петербурга. Евгения Шангирей, троюродная сестра поэта, передала принадлежавшие когда-то Лермонтову личные вещи из его петербургской квартиры. В 1884 году в Пятигорск была доставлена мраморная мемориальная доска, изготовленная по инициативе русского драматурга Александра Николаевича Островского. Надпись, вырезанная на ней, гласила «Дом, в котором жил поэт Михаил Юрьевич Лермонтов». С той поры и по сей день этот скромный знак памяти украшает Лермонтовский домик. От дати дань признания поэту сюда приходили Сергей Есенин, Алексей Толстой, Василий Шукшин. Трижды побывал в домике и Александр Солженицын. Путешествие по лермонтовским местам продолжится во время посещения отделов музея Михаила Юрьевич Лермонтова в изобразительном искусстве и дома композитора Александра Алябьева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok